Здравствуйте! Если бы меня спросили, чем можешь похвастаться в жизни. Но могу, например, похвастаться личным знакомством с народным артистом России. Встречайте, Александр Малинин. Александр Малинин, народный артист России. Родился в Свердловске. Уже в раннем детстве знал, что будет артистом. Первой крупной удачей в жизни считает поступление в студию эстрадного искусства. 76-го года пел в Уральском народном хоре, а когда призвали в армию, в ансамбле песни и пляски. В Москву приехал в 79-м. Работал в группе Стаса Намина, в метрономе. Взлетной полосой ко всеобщему признанию и второй крупной удачей стала победа в музыкальном конкурсе Юрмала 88. В последние годы Александр организатор знаменитых балов Малинина. Выпустил 8 компакт-дисков. Старается жить по библейским заповедям. Ценит поэзию Есенина, Гумилева, Мандельштама, Волошина. Женат. Считает себя домашним человеком. Дома есть место и для двух его собак Адольфа и Лизы, и для кошки Люсинды. Прекрасно катается на горных лыжах. Играет на бильярде. Любил водить Мерседес, который недавно угнали. Угнали машину у народного артиста? Угнали. Сначала угнали, а на следующий день я узнал, что я получил звание народного артиста. Но как бы было не совсем радостно. Вообще я давно ждал звания, но то, что украли машину, было очень неприятно. Когда-то при поступлении в студию эстрадного искусства 311 человек на 4 места. И Малинин проходит. Взяли не 4 человека, а взяли 6 человек. Двоих человек взяли как вольнослушателями. Мне предложили, сказали, вы знаете, а может быть вы попробуйте вот так вот. Мы не будем вам платить стипендию. Но вы приходите, занимайтесь. И если вы нам подойдете, у вас будет месяц срока испытательного. Если вы подойдете, то значит все в порядке. Кто был первым педагогом по пению? Первым педагогом была замечательная, просто замечательная женщина Нианила Санна Мальгинова. Она в 43-м году вместе с Леонидом Христианцем создавала Уральский народный хор. Она до сих пор является хормейстером Уральского народного хора. Я думаю, что она смотрит. И мне хочется передать самый теплый привет Нианиле Санне Мальгиновой. Пожелать здоровья, счастья и побольше учеников. А откуда любовь к народному, к традиционному? Ведь на эстраде успех часто за эпатажем, за какими-то прорывами, за модой. Вы знаете, когда все начиналось, у меня был такой странный репертуар. У меня не было никогда магнафона. Мне не покупали родители магнафона. У нас были пластинки, то, что мы крутили. Я слушал так эстраду. На самом деле, в общем, все, весь репертуар строился на застольных песнях. Ведь народ собирался, выпивали немножечко и пели. Ой, мороз, мороз. В семье пели? Родители пели? Ну, естественно, пели тогда все. И особенно на праздники, какие-то праздники приходили знакомые. У нас соседи собирались, были такие голосистые тетки. А возможно, что когда-то в будущем пройдет несколько лет и вам наскучит то, что вы делаете сейчас. Романсы, какая-то классика и мотанет в такую острую попсу? Или вы не любите вот это слово? Вообще я не люблю попсу. Слово вообще попсу. Поп-музыка, так я называю, то, чем я сейчас занимаюсь. А попса, это, мне кажется, уровнем ниже. То, чем занимается Александр Малинин, трудно не назвать популярным эстрадным жанром, но о советской попсе, о том, что он так не любит, он выражается очень определенно. Цитату. В поп-музыке мы вторичны, занимаемся плагиатом, передираем аранжировки, стилистику, манеру. Наша эстрада – это поп-музыка Запада в худшем варианте. Поэтому она и не пользуется спросом. Прорываемся мы в классике. Александр Малинин, Общая газета, 26 июля 95-й год. Итак, ваш последний репертуар – это ваш вклад в прорыв в классики? Нет, дело в том, что мы не пользуемся популярностью на Западе с нашей поп-музыкой. Я именно это говорил. В Монте-Карло вы встречались с самыми яркими звездами мировой эстрады. Там был «Принц», там был «Плач до Доминго», там была «Витни Хьюстон», «Рэй Чарльз», «Кенни Джи». Очень много. Как они вас воспринимали? Вы знаете, как ни странно, со вниманием. Они очень с большим вниманием отнеслись к моему выступлению. Но, во-первых, я пел довольно неординарную песню на их фоне. Это был романс «Гори-гори, моя звезда». Фонограмму записал военный оркестр, первый показательный. И, вы знаете, конечно, это для них было, наверное, я не знаю, я как белая ворона там среди них был. Может сложиться впечатление, что Малинин стал совсем уж консервативным певцом, который ничего кроме романцев не поет. Поэтому давайте-ка процитируем одно из его нестарых произведений. Вот этот проект, целая серия таких разухабистых, полукабацких лихих песен, буржуйские пляски. Как он родился? Ну, я уже говорил о том, что я очень люблю творчество Петра Лещенко. И я попробовал спеть Марусечку. И мы сделали аранжировку в стиле рейв. И, в общем, как-то мне показалось, что это довольно органично получилось. Поэтому мы решили сделать целый альбом. Я записал еще семь вещей. И выпустили этот альбом, придумали смешное название «Буржуйские пляски». Хотя первоначально у этого альбома было название «Свадьба в Малиновке». А был ли просчет по рынку? Ведь когда выпускается компакт-диск или кассета, всегда люди, которые издают это, понимают, каков будет спрос. Нет, мы... Здесь этот альбом был записан не для зарабатывания денег. Он был записан левой ногой. Вот так просто... Ну, вот мне захотелось. Это была моя прихоть просто. Я взял людей, замечательных ребят молодых, знающих стиль рейв. И мы просто все это вот так скомпанировали. Во всяком случае, получился оригинальный, действительно оригинальный проект. Сейчас вы сказали, это не для зарабатывания денег. А что для зарабатывания денег? Единственное, чем мы сейчас можем зарабатывать деньги, это именно нашими кассетами и компакт-дисками. Потому что так происходит и на Западе. Артисты получают ройалти с продажи своих компакт-дисков. Мы же в связи со страшнейшим пиратством в нашей стране просто не получаем своих денег. Вот в свое время у Аллы Борисовны Пугачевой, с которой вы довольно долго работали в театре песни ее, был такой негласный конкурент на эстраде. Ну, как я понимаю ситуацию. София Ротару. Их постоянно сравнивали, кто популярный, кто выпустил лучший хит. Такая была гонка. Есть ли у вас такой конкурент? Я думаю, нет. Потому что я, наверное, пожалуй, единственный, кто работает вот в таком жанре между попсой и классикой. Так вот, я пою романсы, немножко попцы, немножко классики. Поэтому, как бы, я даже не знаю. Может быть, вы, наверное, больше, лучше знаете. Кто, с кем можно было меня рядом поставить? Я считаю, что ставить не с кем, потому что в этом жанре никто не работает. Но я задал вопрос специально. Что в таком случае дало основание Александру Малинину достаточно жестко сказать о конкуренции здесь, на нашей эстраде? Буквально следующее. В России конкуренция на более жестком уровне. Она у нас злее. На Западе меньше ненависти друг к другу. Там не завидуют удачливым людям, их заработкам. Понимают, не каждому дается талант. Майкл Джексон – миллионер, но он звезда, он артист от Бога. У них более здоровая конкуренция. У нас же она с душком. Александр Малинин. Газета «Знамя юности». 16 августа, 91 год. Конкуренция с душком. Что это, вам подсовывают не свежие яйца, когда нужно обосмягчить сердце? Нет, я думаю, что просто... Видимо, у меня было не очень тогда хорошее настроение. Ну, это, я сказал, к тому, что, в общем, артисты не любят друг друга просто. Как же так? А... Расцеловывание во время встреч на концерте. А замечательное братание все время. Ну, это традиция. А рождественские вечера? Это ритуал. А рождественские вечера, которые строила Пугачева, это было такое единение людей, которые действительно... Вау. Ритуал? Люди съезжаются на тусовку, обнимаются, но это поцелуи иуды. Не любят нашего брата. Друг друга не любим мы. Замечательные баллы, которые Малинин устраивал в течение многих лет. Уникальное зрелище, культурная акция, я так бы ее назвал, поскольку и форма, и содержание были достаточно хорошо проработаны. Отменная сцена, репертуар. Будут ли еще баллы? Обязательно. Обязательно в этом году. Вот я сейчас готовлюсь. В октябре, ноябре месяце обязательно будут. Ведь это не дешевое удовольствие организовать такой балл. Я слышал, что бюджеты вот таких выступлений в Кремлевском 20 съездов были 500-600 миллионов рублей. Я могу сказать больше. Смета такого балла примерно 250 тысяч долларов. И, конечно же, с каждым годом нам труднее и труднее проводить такие шоу, потому что спонсоры, как правило, уже все заработали денег, отмыли. И теперь уже через шоу-бизнес мало кто отмывает деньги. Поэтому сейчас уже денег не дают. Все по-честному, а по-честному тяжело. Да, денег уже не дают. Поэтому приходится как-то, может быть, шоу будет менее, так сказать, красочным, но оно будет искренним и оно будет честным. Александр Малинин, как он следит за своим голосом? Ежедневные упражнения, какая-то специальная диета? Да. Упражнения, да, действительно, ежедневные. Какие? Ну, я распиваюсь. Распиваюсь у рояля. Это обязательно. Здесь на вашем месте недавно Мирей Матье показал упражнение очень простое. Я в хоре немножко занимался. Абсолютно такой же, как для третьего класса школы. Да, совершенно верно. И все? Ничего специального? Специального нет. Но я еще могу сказать, что я не ем мороженого, не пью холодного. Ну, это уже, наверное, моя, так сказать, физиология. Потому что вот мой друг Дэвид Померанц, американский певец и композитор, он, я смотрю, он пьет холодный там какой-то кока-колу и потом еще заедает этим льдом, хрустит. Я думаю, как ты можешь это есть, а потом петь? Он говорит, абсолютно мы привыкли к этому. Мы, наверное, просто не привыкли. У нас зима злее. Вы часто гастролируете, мы об этом говорили уже. Бывают ли какие-то особенные гастроли, какие-то непредвиденные обстоятельства или какие-то случаи, которые делают концерт запоминающимся на всю жизнь, может быть? Ну, вот совсем недавно мне позвонили буквально за день и попросили дать концерт, потому что Любе как бы не смогли поехать. По-моему, там что-то случилось. Я не знаю, что там. У Коли? У Коли, да. И срочно на замену. Они не хотели отменять концерт. Подумали, кто может заменить. И, значит, попросили приехать меня. Я приехал в Сургут. Ребята там сидели конкретные просто. Что значит? Ну, как бы понятно. Ребята, братва сидела конкретно. Все задние ряды были забиты этими ребятами, которые хотели прийти на Любе, но попали как бы на мой концерт. А, то есть у Любе своя аудитория? Ну, я думаю, да, конечно. У каждого артиста есть конкретно свой контингент и так, как какая-то часть так приблудившихся. Ну, вы знаете, я всегда стою на том, что в принципе не бывает плохой публики. Бывает, наверное, плохой артист, если он не сумел убедить. Но вот в этой ситуации мне было немного сложнее, потому что мне пришлось им доказывать, что я, кто я такой. Что я не просто приехал. Что они не потеряли время придя. Что они не потеряли, да. Я им сразу сказал, что если, так сказать, вам не нравится, вы свистите. Можете кидать в меня помидорами, у кого что есть. Просто вот такой текст со сцены? Да. Рискованно. Это провокация. Я их провоцировал на это. Они ждали, когда я дам петуха или что-то, или как-нибудь, так сказать, пойду у них на поводу. Ничего подобного. Все было тонко и интеллигентно. И я их расколол. Они вновь кричали, давай еще. Александру Малинину не откажешь в артистичности на сцене. Неужели не было случая, когда вам хотелось или, может быть, предлагали участвовать в драматическом спектакле, в театре, в кино? В театре нет. В театре не предлагали. Но в кино, да, мне приносили очень много сценариев и предлагали сниматься в кино. Но, к сожалению, это было немножко не мое. А что мое, я даже сам не знаю. Вот я думаю, что это, наверное, как вот с песней. Мне приносят очень много песен на кассетах, предлагают. Я это отсматриваю. И вдруг я понимаю, что вот это моя песня. Она мне прямо легла на душу. Я чувствую, как я ее здесь спою. Здесь я немножко сделаю модуляцию. Тут я здесь на октаву выше спою. Здесь я немножко расщеплю голос, покричу. Здесь я уйду совсем на шепот. Я это понимаю все. Это у меня как бы... Вот это моя вещь. А бывает... Ну, как бы хорошая вещь, да. Ну, почему бы нет? Ну, вроде шлягер. Ну, трун, трун, трун. Нет, вот чувство не мое все. Саша, вы и производите впечатление. И на самом деле, мне кажется, в жизни по-настоящему вы романтик. Ренар когда-то писал о том, что романтики это те люди, которые не очень знакомы с оборотной стороной жизни. У вас жизнь по голове била? Била. Била. И я думаю, что, наверное, это мне... На этом я, наверное, и, так сказать, закалился. Из-за этого у меня выросли зубы. И я уже могу, так сказать, ориентироваться. Ну, например, был такой период, когда я вообще потерял голос. Я попал в аварию в 1986 году. И я полгода лежал в гипсе. У меня была сломана левая рука. У меня было страшнейшее сотрясение мозга. После чего остался шрам такой. И я сломал ногу, бедро. И я очень долго лежал в гипсе. Мало того, у меня была страшная депрессия. Я не мог петь. Я год, наверное, вообще не пел. Я не мог петь. Звук не мог отвлекать. И в это время единственное, что меня поддержало, это поддержали мои друзья, которые не оставляли меня вообще. И Владимир Высоцкий. Мне принесли кассету Высоцкого. И впервые я, так сказать, прочувствовал по-настоящему Высоцкого, когда мне было 28 лет. И я вдруг понял, как нужно петь. Как нужно чувствовать песню. Мне все стало ясно. Я в 28 лет окрестился. Я пришел на костылях в церковь и попросил батюшку меня окрестить. Батюшка мне сказал, когда вам плохо, вы все идете в церковь. Я говорю, слава Богу, что Господь приводит в церковь. Бывает такая ситуация, что люди всю жизнь живут, им хорошо или им плохо, но они не приходят в церковь. И после этого я обрел веру. И у меня открылись глаза на жизнь и на творчество. С меня все спало. Какие-то чары, которые меня давили. Я был слепым. Я не знал, что я делал в этой жизни. У меня вдруг все как-то встало на места. Я вдруг вспомнил о том, что мне говорил в свое время, что мне говорила Нианила Александровна Мальгенова, как мне нужно извлекать звук. Я вдруг вспомнил, что мне говорил Стас Намин, который учил меня, как давать интервью, как двигаться на сцене. То есть очень многие такие моменты, которые вдруг у меня остались. Я понял, что я не прошел мимо этого, что у меня отложилось то, что во мне должно было отложиться. И на этом я вдруг, у меня какой-то был такой прилив энергетический потрясающий. Я понял, что мне надо идти на конкурс. Вот единственный мой шанс засветиться, выплеснуть из себя, потому что я знаю, что во мне сидит вот эта вот такая сила какая-то, такая творческая. Огромный потенциал я в себя ощущаю. И я пошел на Юрмалу. Мало того, я был в Америке, когда была Юрмалу, мне нужно было вернуться из Америки. Дэвид Померанц предложил мне гастроли по Америке и продлить там контракт с одной хорошей фирмой. Но я сказал, нет, я должен поехать на конкурс. Юрмалу, зачем? Сейчас мы в Америке, с тобой сейчас у нас как раз пошел подъем. Мы с ним записали одну песню и попали в билборд. 87 место у нас было в хитах. Это очень высоко. И он говорит, давай, давай, вместе сейчас. Я говорю, нет, поеду на Юрмалу. Пожертвовали Америкой и поехали в Юрмалу. Я приехал на Юрмалу, и я был крутой, как свареное яйцо. Это был звездный час, и это было провидение. Я победил там, потому что я знал, что я одержал победу. Я вас благодарю за приход, за ответы на вопросы. И желаю вам самого-самого доброго и хорошего. Спасибо. И новых песен. Спасибо, что смотрели вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова